Посланник Аллаха спросил из подвижников, что случится, когда вы перестанете призывать к благому и порицать запретное. Они не могли поверить, что такое может случиться, и спросили, действительно ли такое случится? Как наше общество станет настолько униженным? Пророк, саллиллаху, ответил, я клянусь, что будут происходить вещи намного хуже. По другой цепочке данного хадиса пророк, саллиллаху, спрашивает, что случится, когда вы начнете видеть дозволенное запретным, а запретное дозволенным? Юг станет севером, а север – югом. Правда станет ложью, а ложь – правдой. Ваше мнение и суждение обо всем перевернется с ног на голову. Сподвижники снова сильно удивились и спросили, действительно ли такое может случиться? Пророк, саллиллаху, ответил, будут вещи намного хуже. В другом хадисе рассказывается, что уммой будет настолько униженной, что будет считать благое порицаемым, а порицаемое – благим. Будут призывать к запретному и запрещать благое. Женщины пересекут все возможные границы порядочности и падут на самые низы мерзости и грязи, на самые низы неподчинения и сопротивления Аллаху. Молодежь будет бессовестно грешить и творить гадости в открытую, а самые разумные и благие люди этого общества будут невежественные в том, как противодействовать всей этой смуте. Хаос будет привычным порядком не только на земле, но и в морях. Почему же? Из-за людских деяний. И единственный выход из этого всего – это возвращение к Аллаху. Некуда спрятаться. Некуда бежать от судьбы, установленной Аллахом. Спасет лишь возвращение к своему Создателю. Стучитесь в любые двери, идите за помощью кому угодно. Вы все равно вернетесь без результата. Умма должна коллективно вернуться к Аллаху. Возможно, цепочка этого хадиса слабая, но можете ли вы, дорогие братья и сестры, сказать, что этот хаос не происходит в данный момент? Один шейх рассказывал, что настанут времена, когда в мечетях не будут совершаться благие и праведные дела. Вместо того, чтобы наставлять людей, в них будут заблуждать их. Люди будут избегать посещения мечетей, чтобы сохранить свою веру. Даже сейчас некоторые братья рассказывают, что в некоторых мечетях им приходится быстро уходить сразу после совершения намаза. Потому что там присутствуют постоянные споры, клевета, соперничество и нацизм. Мусульмане вместо поклонения следят за тем, кто что носит и что водит. Вместо укрепления имана ты выходишь сослабленным. Некоторые вовсе перестают совершать намаз из-за того, что видят только то, что мусульмане то и дело грызутся и клевещут друг на друга. А ведь шайтан не сидит на месте. Он свое дело знает, он свое дело делает вовремя и усердно. Он будет шептать наущение, пока человек не оставит намаз, а позже и ислам в целом. Когда таким людям делаешь наставление, они отвечают, не надо делать из меня дурака. Знаем мы, что в ваших мечетях происходит. Сами мечети строятся на харамные деньги. Люди совершают харам, находясь в доме Аллаха. А с минбаров начинают говорить неправильные вещи, противоречащие словам самого пророка, алейсаляту ассалям. Вместо того, чтобы быть местом наставления, мечеть станет местом заблуждения. И это не выдумка. Аллах в Коране говорит. Аллах свидетельствует, что они лгут. По повелению священника Абу Амира Ар-Рахиба была построена мечеть рядом с мечетью Куба с целью нанесения вреда мусульманам. Это было пристанищем для тех, кто приходил от Абу Амира. После постройки мечети он обратился за помощью с войском к римскому правителю, чтобы воевать против пророка, алейсаляту ассалям. После битвы Табук лицемеры пригласили пророка, алейсаляту ассалям, совершить намаз в их мечети. Но Аллах не спасал ему эти два аяты. Позже посланник Аллаха, саллаллаху алейсалям, отправил некоторых сподвижников, чтобы разрушить эту мечеть. А это место стало мусорной свалкой. Имам Аль-Куртуби отмечает, что такое же решение выносится относительно мечети, построенной с подобными намерениями, как показушничество или нанесение вреда мусульманам. Если намерения неправильные, если совершаемые действия и использованные деньги запретные, то вместо наставления такая мечеть будет источником заблуждения. Если кто-то оставит царапину на вашей машине, то вы будете злиться и разбираться с этим человеком. А ведь это религия Аллаха, и он будет защищать ее от тех, кто подобным образом будет сопротивляться ей. Как, например, был сокрушен эфиопский правитель Абраха, который хотел разрушить Каабу. Все их планы будут бесполезными, однако Всевышний не всегда отправляет именно смерть в качестве наказания. Он дает отсрочку, не наказывая в этом мире, чтобы залимы, притеснители, обманулись своей безнаказанностью. Аллах говорит «Турция! А вы хотели бы здесь жить? Море, горы, еда, культура, наследие. Место встречи прошлого и будущего – там, где начинается мечта. Становитесь обладателем недвижимости в Турции вместе с командой Ansar Life. Мы ответим на ваши вопросы, развеем мифы и сомнения, сопроводим вас на всех этапах от экскурсии по объекту до оформления документов и подключения интернета. Инвестиции в недвижимость, получение гражданства и многое другое доступно прямо сейчас, когда происходит крупнейший в Турции строительный бум, открывающий все новые возможности. Мечта вчера, сегодня реальность. Ansar Life. Мы поможем.